речь идет о критериях аналитичности так называемых подчиненных полугрупп операторов по полугруппами имеется в виду в этом докладе всегда полугруппа операторов какие именно будет сказано чуть позже значит знаменитая теорема йосида и осида русские нужно говорить до утверждает что если у нас есть генератор ограниченной сильно неправильной полугруппы которые как кратко записываться c0 полугруппы тогда дробная степень этого оператора то есть вот оператор вот такой так видно плохо конечно минус минус а в степени альфа где альфа дробная степень здесь имеется ввиду не потому что альфа рациональное число почему-то принят такая технология 60 между 0 и единицы то тогда эти степени называют друг так вот оказывается что дробная степень у генератора полугруппы ограничены и сильно непрерывные оказывается даже генератором голомов то есть вот такое вот улучшающее свойство дробных степеней обнаружил и осида и мой доклад будет посвящен тому как можно обобщить этот результат чем можно заменить дробной степени какими функциями можно заменить функцию тут речь идет о функции минус минус s в степени альфа так вот чем можно заменить минус минус от степени альфа для того чтобы это улучшающее свойство сохранить вот такой вот ставится вопрос и весь доклад посвящен ответ на этот вопрос один и детство ох прошу прощения так с нет но я сейчас пока говорю о функции действительно у переменного скажем мы можем ее как-нибудь обозначить все нулевое от с вот эта функция в теории дробных степеней показано как она применяется к определенным классом операторов и значит в каком-то смысле в каком я позже объясню мы ее применяем и оказывается полученные оператора обладать свойства значительно лучшими чем исходно вот об этом идет речь да и вот значит прежде всего конечно я хочу напомнить несколько достаточно хорошо известных определений первое это что такое сильно неправильная полугруппа сильный период полугруппы t большого здесь обозначается это семейство ограниченных операторов в банаховом пространстве x комплексном который зависит от параметра t маленькая убегают неотрицательные действительные числа и первое свойство это полукурговое свойство это значит гомоморфизм и зарплюс аддитивного в полугруппу ограниченных операторов банах пространстве x это первое свойство свое полугрупровое второе свойство говорит что это гомоморфизм сильный оператор топологии непрерывен а если еще к тому же это семейство оператор равномерно ограничены простить туда такая полгруппа называется ограниченный ценой полугруппы или ограниченно сильный коронеколог значит вот знаменитая теорема хиле и оси дыне филиппса филлер говорит что каждая такая полгруппа на самом деле там более общем полугруппу можно значит похожие вещи делать она однозначно определяется одним единственным оператором этот оператор а большой так называемый генератор полугруппы t значит это производная от вектор назначенной функции t от tx по t в нуле но естественно область применения этого оператора не все пространство а какое-то подможество которое называется дом эй она обозначается но оказывается что для сильныхps Contact полугрупп это не бедно и множество этот оператор плотно определен это самая теорема описывает полностью эти операторы что самое главное она показывает что каждая такая полугруппа сильныйCorinenda полугруппа однозначно определяется этим оператором а большое своим генераторов ну и там даже есть довольно много различных способов восстановление полугруппа поэтому оператор которую дальше не понадобится поэтому очень часто вместо т.т. пишут есть степени т.а. для такой полугруппы дальше вот я тут вел это не общепринятое обозначение джен x это будет семейство всех генераторов ограниченных сильно неправильных полугрупп комплексном банковом пространстве x а вот если мы рассмотрим вот такой вот сектор значит т.т. это величина угломящим pi на 2 если мы рассмотрим через сигма обозначается вот такой вот сектор величина которого 2 т.т. в комплексной плоскости то если наша ц 0 полугруппа аналитически продолжается такой сектор то тогда говорят что мы имеем голоморфную или аналитическую полугруппу с углом т.т. но автоматически тогда выполняется полугрупповое свойство для точек из этого сектора ну это оператор назначенная функция должна быть аналитичной и если к тому же в каждом меньшем секторе в каждом меньшем секторе полученное семейство операторов зависящие от комплексного параметра z ограничены тогда говорят что это ограниченные голоморфные полугруппы это свойство 4 но естественно такая полгруппа поскольку является основной полгруппы то тоже полностью определяется своим генератором но есть более слабые свойства чем ограниченность которые я здесь назвал квази ограниченность если для каждого положительного бета не сама полугруппа а полугруппом нужно есть минус бета t продолжается до ограниченной голоморфной полугруппы в ванах пространстве x то тогда я буду такую полугруппу называть квази ограниченной а другая теорема и оси дает нам гарантированное на вещественном языке то есть с помощью только вещественного параметра t характеризуются такие вот квази ограниченные полугруппы это вот это вот условие вай значит во первых должна полугруппа отображать все пространство власти предыдущего генератора но это необходимо для голоморфности и вот такой верхний предел должен быть конечно это ограничение на рост в нуле этой полугруппу а ты от ты это производная просто его значит этот производным нужен на тл в окрестности 0 она должна быть ограничена тогда ты что говорит вот это вот вторая теорема оси дык что тогда значит полугруппа это фактически является квази ограниченной голоморфной и естественно возникает вопрос которым я уже говорил чем можно заменить дробные степени для того чтобы вот первое из теорема и оси дык об улучшающих свойствах дробных степеней сохранялось ну естественно вопрос можно сначала сначала стоять так что мы должны понимать если у нас нет есть некоторая функция комплексного перенопси а а у нас генератор ограниченной голоморфной полугруппы то что вот это значит естественно существует несколько функциональных исчислений каждый из которых объясняет как применять определенный класс функций для каждого исчисления свой генератором полугрупп ну естественно не просто применять но там естественные ограничения условия должны быть типа опер теорема сложной функции того дитивность мультипликативность и так далее значит этот вопрос впервые был поставлен тасио ката и его учеником караса и они полностью решили его то есть они дали критерий но для этого конечно нужно было им выбрать соответствующие функциональные исчисления и они выбрали так называемые исчисления богнера филлипса значит это исчисление используют так называемые функции бернштейн ну бывает положительные функции бернштейн бывают отрицательные функции бернштейна связь между ним очень простая скажем если у нас psi я только сейчас и придешь отрицательной функцией бирштейна пара до минус psi от минус с это положительной функции так что это дело вкуса каким классом функция пользоваться я привык отрицательными большая часть авторов использует положительной функции нашли на дальше доклад будет отрицательно что такое отрицательная функция bearstina первоначально вот она обозначается пси всюду в докладе первоначально она для неположительных действительных чисел принимает неположительные значения и ее первое производное абсолютно монотонно на отрицательной полосе это в частности это просто в точности означает что эта функция бесконечно дифференцируемая и на строго отрицательной полосе все ее все ее производные не отрицательно и значит она непрерывно вплоть до нуля вот этот класс будет обозначаться bf минус от обычного обозначения bf отличается минусом bf положительный фунтанин положительной полосе первоначально отрицательные отрицательный фон совершенно отрицательной полосе и сами тоже принимают отрицательное значение но это видно из этого соотношения и вот оказывается это было установлено насколько я знаю бохнером наверное в общем короче говоря следующая формула а вообще это называется формула левихинчина хотя вообще формула левихинчина из были общие этот результат скорее всего наверное даже был еще убор значит оказывается что есть у нас есть отрицательная функция бердштейра то она голоморта продолжается в левую комплексную полуплоскость вот сюда которую я дальше буду чать пи минус и имеет в этой левой комплексной замкнутой полуплоскости вот такое вот интегральное представление как в этой формуле ильич при этом вот эта самая цену цену левое по сознащению псевдоле как это видно из этой формулы аро это положительная мера но положительной полуоси которая буду называть представляющие меры хотя довольно часто представляющие меры называют все вот это вот произведение в минус первое народ значит это представляющие мира однозначно определяется о функции пси и надо сказать что есть очень хорошая монография шиллинг зонг вандерчик биржейн фанкшн серии на плеке шанс у него даже второе издание было 2015 году где очень хорошо изложенная теория функции биржтейна и их приложение особенно теории вероятности имеется огромное количество примеров в этой книжке функции биржтейна надо сказать что функция биржтейна не только в теории вероятности но и уравнениях матфизики насколько я знаю тоже играют важную роль и вот значит именно такую функцию если мы посмотрим на формулу ильич нетрудно догадаться как написать что такое псеота вот это вот и есть начало этого самого функционального вычисления бохнер и филипс предложили следующее если а это генератор ограниченной сильно непрерывной полугруппы баноху просадства x а пси значит отрицательной функции биржтейна с предыдущим вот с этим самым интегральным представлением леви хинчина то тогда мы определяем оператор псеота которые действуют на вектор и x из области определения первоначально применение такое берем x только из области определения генератора полугруппы t и тогда вот этой формулы по аналогии значит с тем интегральным поставили хинчина мы определяем широко псеота но определить то мы можем но значит какой прок от этого что оказывается что этот оператор псеота который первоначально хочу напомнить только плотно определен на области определения оператора она всегда платного генератора он оказывается замыкаем и его замыкание которое тоже буду вытащать дальше псеота тоже является генератором ограниченных сильно неправильных полугрупп то есть мы получаем отображение сейчас пси уже из множества генераторов ограниченных голомодных полугрупп в множество генераторов ограниченных голомодных полугрупп более того значит вот эту вот самую полугруппу генератором который является псеота можно легко написать и это вот нам дает вот это последняя форму то есть оказывается имеет и семейство да я забыл сказать что конечно не нарушая общество может считать что цену его я равно нулю и дальше я по умолчанию это буду считать это просто немножко упрощает форму тогда в этом случае когда мы считаем что цену то есть все от нуля равно нулю тогда существует семейство вероятностных мер ню ню т причем это не просто семейство вероятностных мер это сверточная полугруппа как функция от т причем единственная такая что для каждого положительного t вот эта самая сильно непрерывная ограниченная полугруппа с генератором псьята имеет вот такую вот это самое значит полугруппа е в степени тепси а то то есть полугруппу с генералом сиг и так называется подчиненной исходной полугруппе t соблюдения этой семей групп а вот это самое семейство сверточная полугруппа вероятностных мер ню т называется саборгинатором подчинительного на паруски скорее всего так и вот в рамках этого исчисления и ставится вопрос при каких отрицательных функциях грештейна ну там в оригинале рассматривать положительные функции вот это самая полугруппу с генератором все это будет непросто сильный пример навсегда будет сильно непрерывно всегда будет класса ценой но когда она будет голову вот этот вопрос поставили караса и ката и они получили в начале 90-х годов вышла статья в transactions которые они получили критерии вот значит для удобства те функции бернштейна который обладает этим свойством что полугруппа сильный пример полугруппу с генератором psi аты является ограниченной и удовлетворяет условию и оси девай и значит естественно все это это генератор будет квази ограничено голову такого группы для этого слова я буду обращать и кей и эти функции называют литературе иногда функциями караса карта что я буду делать так вот тут есть проблема которую поставили красный кота как описать вот этот классики можно так сказать матери и они получили ответ ответ выглядит очень изящно надо сказать значит у нас функция бернштейна будет функция караса ката тогда и только тогда когда ню т как функция определенная для положительных т и принимающие значение в алгебре ограниченных мер является дифференцируемой дифференцируемой смысле полной вариации то есть смысле нормы в алгебре это mp ограниченных мер а норма производной есть о большое т минус первое в нуле вот это необходимо достаточно слуга то есть критерий казалось бы все прекрасно но надо сказать что на практике обычно в задачах которые появляются и требуют такого результата там изначально дается не субординатор не ты отдается исходная функция пси а здесь ответ да не просто значит термином до судила термин производной вот ну нужно сказать что я не за это несчастье или к счастью поскольку речь шла о начале 90-х годов эта работа вышла transactions я уже сказал начале 90-х у караса и кота в те времена могут вы помните конечно информация особенно не в крупных математических центрах а я как раз в таком работаю значит не доходило я не знал об этой работе должен признаться и сам поставил эту задачу и решил ответ оказался совсем другой да кстати надо сказать что в этой работе караса и кота вот критерий был получен но как я уже сказал не очень для применения но это несколько примеров привели где они все-таки смогли для конкретных функций что-то сделать вот примера 3 там есть но удобных условий достаточных терминах функции пси в этой работе не было и объясняется это видимо вот сложностью применения этого критерия сетей я его обозначаю значит другой ответ вот был в моей работе заметно позже семигрупп форум и ответ выглядит так значит вводится пространстве атер плюс экспоненциальных полиномов вот такого вот вида значит особенность этих полином в том что вот эти самые показатели степени сжи отрицательные и значит каждый такой полином ну вообще весят все это пространство полиномов она является под пространством пространство цену аль от r плюс уровня функционер плюс который связь коммуне бесконечности и плотно в суп но в естественной субнорме этого пространства и вот значит вводится это самое пространство и специальных полиномов субнормы а ну конечно не полная и значит вот для этого субординатора ньют и для представляющий мир и ро рассматривается вот такое вот монструозное выражение то есть это субнорма вот этого вот ужасного громоздкого выражения обозначается через к отнюд терру и после этого получается такой простой ответ что функция является функцией караса кота функция тогда и только тогда когда вот это вот к отмера от ньют и и ро есть у большой от и минус 1 точно также как и в критерии караса кота при тесто месяца к нулю значит как объяснить что эти два абсолютно на первых взгляд разность я хочу напомнить как выглядит это самое к к выглядит так у караса и кота в левой части критерий стоит норма производная вот это вот семейство вероятностных мер ньют и норма субординатора по тэр норма производишь что такое дэр да значит вот у нас есть мера потом мы ее сдвигаем ньют и атер ньют и атерминусу потом вычитаем значит если фиксировано т то здесь получается знакопеременная мера круглых скобках стоит и интеграл внутренний берется по имеется ввиду по этой мере как функция атер но мы считаем что это интеграл любега сил тьеса это просто если хотите ньют и атер это производящая функция и там функция распределения этой меры потом ее сдвигаем на у да потом вычитаем получать знакопеременная мера интеграл берем по этой знакопеременной мере внутри а потом интегрируем вообще такое вот ужасно такое громоздкое выражение ну просто она так появилась из того метода который я применил он абсолютно потом выяснилось когда я видел работу караса кота ничего общего с методом не имел и вот на счет вылезла вот такая вот штука ну что необходимо сейчас условия что поделать красиво некрасиво приходится значит его использовать вот это самое к большое ньютер у да значит как связаны эти два критерия между собой а это одно и то же то есть на самом деле справедлива такая теорема что есть у нас пси это функция бенштейна то есть там у нее субординатор ньютер и норма производные этого субординатора в точности к отмета почему потому что оказывается сейчас я это наверно сразу же его виду на экран потому что оказывается что производные субординатора это есть вот это вот чудовище на выражение которое стоит по знакам суп нормы определение к из как это можно понимать ну тут просто нужно подойти к верам с точки зрения подхода гурбаки когда мира отождествляется соответствующим интегралом по этой мере и если у нас ограниченная мера то это в точности линейные эти интегралы это в точности линейные непрорывные функционалы по теореме риса на пространстве c0 от r плюс в нашем случае ограниченные линейные премьерные функционалы c0 от r плюс это интегралы по мере конечные или я иногда говорю ограничен то есть вот имеется ввиду вот это вот соотношение что каждой мере лямбда ограничены на полуоси отвечает вот такой линейный фазу лямбда от и и тогда в правой части вот этого роста предыдущий теорема стоит тоже функционал от f который является производной от этого функционал опыта то есть мы ставим задачу так у нас не семейство мира семейство функционалов определенных на полу насчет это семейство зависит от те кто побегает r плюс значение принимают сопряженным пространстве ценой и естественно производная каждого значит пт в каждой конкретной это тоже функционал и вот этот функционал в правой части стоящие вот поэтому конечно то же самое но следует ожидать хотелось бы на это надеяться что есть ему производную уже вычислили то естественно этим критериям высокая производная уже вычислили легче пользоваться чем исходным критерием караса и карта и действительно оказалось так то есть дальше цель была такая а нельзя ли получить какие-то удобные необходимые достаточно не хотела просто достаточные условия того что функция принадлежит классу является функция к вас караса к тут уже классу сетей в терминах самой этой функции все это было бы хотел сказал очень удобно чтобы исходная задача чаще всего именно пси дается а найти не это не так то просто вот и как я уже об этом еще не говорил караса и кота они эту задачу видимо перед собой ставили но смогли найти только необходимые условия вот их теорема сейчас я объясню что именно понимается под условием 1 есть ли у нас в положительное число если бы это число положительное ну как здесь написано и тета на интервале ну пина 2 вот это самое с от это бета это усеченный сектор выглядит он примерно так вот здесь бета вот так мы проводим угол величины 2 тета и вот этот усеченный сектор вот это и есть с тета бета и вот караса и кота получили это кстати говоря тривиальный совсем результат что есть у нас функция караса кота то во первых она должна левую полу плоскость всю левую плоскость левую плоскость мы придется нарисовать и минус это левая полу плоскость значит вот эту вот левую полу плоскость пи минус она отображает такой усеченный сектор это условие первое для некоторых бета это не для любых для некоторых бета и тета а второе условие это условие на рост что в левой полу плоскости вне единичного круга эта функция пиа z ограничена ну в общем растут как модуль за степени к не выше чем модуль за степени гамма где гамма некоторое число между 0 и единицы вот и все что значит им было известно теперь естественно возникает вопрос а что можно добавить к этим двум условиям 1 и 2 что получили необходимые достаточные условия на самом силу эти условия на пси напрямую или хотя бы достаточно еще такой вопрос был поставлен в той моей статье и там были получены несколько из этой те значит из моего условия а хочу напомнить это вот условия обозначалась а я видимо об этом да вот она да вот это условия а вот из этого условия а мне удалось получить несколько достаточных условий которые гарантируют что функция бешен и на был функция красок от вот я приведу два самых простых их по довольно много следствий но вот два самых простых значит вот есть ли у нас отрицательная функция бюрштейн удоверяет первое это просто необходимые условия караса и карта второе это некоторое ужесточение их условия 2 здесь нужно чтобы пси от z оценивалась при больших сайт по модулю не обязательно только по модулю больше единицы достаточно больших по модулю и сверху и снизу вот модулем z степени гамма умножим на некоторую констант это условия 2 а условия 3 тоже довольно естественное производная на мнимой оси должна убывать но не медленнее чем модуль и грех степени гамма с 1 что гамма меньше единицы и тогда эта функция красок ну совершенно очевидно что вот эта самая дробная степень конечно же всем этим трем условиям таре так что вот это исходная теорема и оси да и получается как очевидный частный случай вот этого достаточного условия это вот внизу как раз и написано что конечно теорема и оси да и сразу же отсюда и следует а вот другое дело в том что функции так кроме дробных степеней в классе бернштейна класса бернштейна огромное количество логарифм косит такие вот классические функции туда входят вот и естественно было бы и для них разобраться какие условия гарантирует вот например такое достаточно слой можно предложить здесь у нас есть функция отрицательная функция бернштейна мы рассматриваем меру мюте отрезка ну полуинтервала r минус у r при у которые значит у нас не отрицательные а r больше либо равно у вот значит эта функция от r вот и выполняется вот такое вот условие на субординатор и представляющую мюте и ро тогда эта функция карася к и оказывается что вот скажем минус логарифм вот такие классические отрицательные функции бернштейна как но здесь минусы только потому что мы отрицательные функции решения минус логарифм 1 минус с минус минус спасибо гиперлистер косинус 1 минус с например они но даже там несколько были общие они как раз легко очень трактуются с помощью этого результата и тоже вот этим свойством а так но это мы пропускаем вот я только скажу о списке литературы нас первое это классическая работа красная карта в танцах 91 2 2 я говорю 3 замечать очень интересная работа гамилка это мило в адвансом осы мэтекс 2015 года там они дают другое очень удобное достаточное условие того что функция была красок а то чисто геометрическая а последнее пятое это обобщение всего что я сейчас говорил на многомерный случай это пока выпрямь архив спасибо за внимание мэтью мэтью в